Яндава или Яндава. В Древней Руси невысокий широкий овальный или круглый сосуд для подачи напитков, обязательным признаком которого является наличие носика или рыльца для слива. Изготавливали яндаву из различных материалов – меди, серебра, часто из дерева. Яндава употреблялась для различных напитков – вина, пива, меда, браги. Размеры яндавы были различны, большие доходили до объема ведра. Яндава – линия пересечения двух скатов кровли, образующих внутренний наклонный угол. Яндавы являются наименее надежными участками кровли из-за скопления в этих местах воды и талого снега, что ведет к увеличению нагрузки на стропила. Поэтому при проектировании крыш домов стремятся избегать яндавы, либо предусматривают необходимость в гидроизоляции стыков и швов кровли. Яндава – округлая циркообразная форма вершинной части оврагов и балок, иногда сам овраг. Зубов. Алексей Федорович Зубов. Русский гравер, отразивший в своих работах эпоху Петра I. Родился в 1682 году. Умер после 1750 года. Алексей Федорович Зубов – сын иконописца Федора Евтихиевича Зубова. С 1699 года работал в оружейной палате, обучался мастерству гравировки у Адриана Шхонебека. С 1711 по 1727 год Зубов работал при сенатской типографии в Петербурге, где создал свои лучшие гравюры – виды города, служащие ценным материалом для изучения облика Петербурга эпохи Петра I. Гравюры Зубова линейны и просты, но выявляют хорошее понимание архитектуры и умение передавать пространство. Городские пейзажи Алексей Федорович дополнял фигурами людей, движущимися экипажами, животными, что очень оживляло изображение, наполняло их динамикой, характерной для того времени. На гравюрах Зубова Алексея Федоровича победные баталии, виды других городов, карт, портреты, сцены из Ивана. Его творчество сыграло большую роль в развитии русской реалистической гравюры. Позднее Зубов снова работал в Москве. Всего он создал свыше ста работ. Был гравюром и старший брат Зубова – Иван Федорович Зубов, который выполнил около 80 гравюр на евангельские сюжеты, а также архитектурные изображения и портреты. Реализмом изображения выделяется гравюра Измайлова – вид подмосковного Измайловского дворца и собора. Огурцов Баже. Русский зодчий XVII века. Годы рождения и смерти неизвестны. В 1624-1625 годах Огурцов, работая в Московском Кремле, осуществлял строительство филаретовой пристройки Куспенской звонницы. Также он участвовал в возведении шатра над Спасской башней. В эти же годы он принимал участие в строительстве каменных городских стен в Можайске. В 1635-1636 годах Бажен Огурцов работал в Московском Кремле, где возвел вместе с Антипом Константиновым, Трифилом Шарутиным и Ларионом Ушаковым необычайно живописный и нарядный теремной дворец, в котором воплотились черты русского национального зодчества.